У нас передача про все самое важное на сегодня для жителей Житомирской области. Поэтому сегодня у нас сумасшедше важная тема. У нас в гостях медицинский психолог Сергей Калеша. Здравствуйте, Сергей. Значит, тема у нас сегодня такая, я ее просто озвучу, и я считаю, что ее просто так вот, надо как-то так озвучить. Настолько она важная, что я даже не знаю, с чем ее можно сравнить, потому что в жизни ее можно применять, как только встал, можешь применять, насколько я понял. Прощение и самопрощение. Что делать? Что делать? Во-первых, я думаю, нужно пересмотреть каждому из нас. Вот встал утром и сразу пересмотреть вообще ретроспективу дня и жизни своей, посмотреть, что, в общем-то, возможно, в своей жизни мы сделали много вещей, о которых сожалеем. И что мы с ними делаем? То есть, по сути, мы эти вещи тащим, даже не осознавая всю свою жизнь. И они причем так тихонечко производят неприятные вещи для нашего тела. Потому что, ну, не я сказал, в общем-то, я подтверждаю о том, что действительно психика серьезная бомбит наше физическое тело. И это физическое тело потом в конечном итоге не выдерживает и начинает проявлять себя разными болезнями, там, приятными, не очень приятными. То есть иногда можно поболеть для того, чтобы нас пожалели, для того, чтобы стяжать определенную любовь. Но вообще все начинается с любви. Если вот человек, такое существо, что ему всегда мало любви. Говорил, по-моему, один из психологов, Арик Берн, говорил, что человеку надо все время, чтобы его гладили. Вот эти поглаживания, ему все время их не достает. Мы все равно представляем, у каждого из нас есть все равно понятие, хорошо-плохо, да, там, очень хорошо, да, приятно-неприятно. То есть довольно простые вещи, по которым можно, вот по этим критериям определить. Действительно, я вообще вошел в то русло, в которое хотел, или не очень. И если даже, вот вы, а есть особенно люди-максималисты, которые, вот, если вот я вошел на 99,9 десятых, жизнь, день прожить зря. Вот, ну, есть такие люди, то есть их не может быть немного, но тем не менее. А есть те, которым вроде бы как все равно, но на самом деле это всего лишь внешняя такая личина, оболочка, на самом деле где-то внутри, там, кошки скребутся, и не все так хорошо. Поэтому посмотрите правде в глаза, то есть глядя на себя в зеркало своей собственной правде. Ведь не зря говорят, что глаза в зеркало душе. И просто скажите себе, чувак, там, или, там, девушка, там, ну, ты был вчера неправ, но когда ты осознал, что ты был неправ, ты просто больше не делай так следующий день. То есть, ну, начни жить честно перед самим собой. Если ты начнешь жить честно самим собой, то с другими будет значительно проще. Это же тоже прям к осознанному вот такой жизни уже этот чуть ли не девиз, я так понимаю. Живите осознанно, то есть не делай плохо то, что делал сегодня. Ну, не я это придумал вообще, все религии, в общем-то, все мыслители, как бы там ни было, приводят нас к тому, что как бы, то есть можно обманывать себя, можно самообманываться, но в любом случае это рано или поздно закончится, и, как правило, когда-то этого не ждешь. У меня серьезный вопрос. Вот некоторые, там, школы психологии, не будем делать им рекламу, утверждают, что прощение является соучастием в процессе. То есть вот если человек прощает обидчика, и вот религиозное прощение призывает к прощению обидчика, то бишь к соучастию в процессе, это правда или нет? То есть как это рассматривается? Ну, это такой больше вопрос, как, наверное, криминалисту по поводу соучастия. Лично я вот отношусь к таким вещам, что другой человек все равно катализатор каких-то вещей, которые прошли с нами. То есть он всего лишь навсего... Указал? Да, он просто тебя дразнит или каким-то образом смотрит, насколько ты такого, как ты кажешься или хочешь казаться. Все, я понял. Это концепция зеркала. Да. Да, если тебя кто-то раздражает, значит, раздражает в нем то, что есть в тебе. Безусловно. Я так вспоминаю, так, теоретическую часть психологии. Поэтому, значит, вот если вас кто-то раздражает, то надо брать на себя ответственность, я так понял. Всегда нужно брать. И прощать себя. Прощать нужно как бы другими... Если ты не мой... Вот мое такое мнение глубокое, что если ты не можешь себя искренне, изначально себя простить, то как ты можешь простить другого? Ты дороже, чем кто-то другой для тебя. Поэтому, если ты изначально не можешь там или лукавишь, да, я тебя прощаю на самом деле, да пошел ты, блин, я тебе еще там где-то сделаю. Это игра в конечном итоге в одни ворота, в свои собственные. То есть ты будешь накапливать вот это все недовольство, и потом все равно ты где-то выплеснешь его там, где, в общем-то, не нужно это делать. Значит, возвращаясь к десяти принципам бизнеса Дональда Трампа. По-моему, четвертый из них гласит, не прощайте своих обидчиков. Что делать в бизнесе? Кинули. Кинули. Заплатил, кинули. Доставили не то, что хотел. Подрядчик подвел. Что делаешь? Раз мы сегодня уже так по-философски начали развивать эту тему, могу сказать, что есть две полярных точки зрения, или вообще две полярных стилей людей. Люди, которые, скажем так, служат только себе. То есть, ну, не важно. Другие люди просто служат им, скажем так, материалом для того, чтобы достичь того, чего они хотят. Да, и есть люди, которые служат другим. При этом они также служат себе. Вот если здесь вот их друг напротив друга поставить и посмотреть, то есть, что если я не преследую цели манипулировать другими людьми для себя, а всё-таки рассматриваю это с концепцией, что служить другим людям, не нарушая закон свободного выбора, не нарушая благо, не причиняя вреда, то здесь тогда, в общем-то, и вот эти все последствия, они как бы сами рассасываются. Потому что месть, око за око, там, не простить, там, наказать. В конечном итоге, оно всё равно по закону отражения, по закону циклов, оно всё равно, вот это сансара, вот это колесо кармы всё равно тебя накроет. Что делаем? Суд подаём? Я думаю, здесь, наверное, если не рассматривать уже буквально, безусловно, нужно защищать свои границы. Я не говорю о том, что там надо подставить сразу другую щёку, в буквальном смысле этого слова. Границы нужно защищать. Но не переходить, вот, как бы говорится, на личное, да, и не питаться вот свою обиду. То есть, посмотреть, если за этим стоит какая-то обида, то это уже неправильно. Если ты всё-таки чувствуешь, что я не обижаюсь, но где-то нарушили мои границы, я хочу их восстановить, да, пожалуйста, так и нужно делать. Для этого, мне кажется, изначально должен служить закон. Эмоционально не втягиваемся. Не втягиваемся. Делаем то, что должно быть по закону, но эмоционально не втягиваемся. Говорят, ты можешь быть эмоциональным, клокотать снаружи, но спокойным должен быть внутри. Так, значит, с бизнесом разобрались, делаем по закону и ни за что не переживаем. Я так понял, совет следующий, да, был? Ну, безусловно, опять же, закон всё-таки есть внешний закон, а есть божественный закон. То есть, божественный, почему-то люди думают, да, где-то там далеко он, не глубоко, но на самом деле он внутри, он стержень. Если ты будешь изначально придерживаться божественного закона, то тебе проблемы с внешним законом у тебя не будет. У тебя не будет вот этого дуальности, делать-не делать, правильно-неправильно. Я не знаю, где такие люди. Я, конечно, с удовольствием выслушал ту теоретическую часть. Очень интересно было. Вопрос практически. Да. Положили деньги в банк, банк лопнул. Что делаем? Вот упражнение для вкладчиков, которые у нас, вот, пострадавших вкладчиков. Ну, на самом деле, изначально нужно... Ну, вероятно, свернуть ноль. Да, я понимаю. Нужно, во-первых, подумать, почему это со мной произошло. То есть, люди думают, что вот есть какие-то... Ну, все всегда чего-то предлагают, в том числе и банки. То есть, другим, вложение денег в нечто, что, по сути, не обладает какой-то способностью разрастания, это все равно, что вазон, который мы забыли поливать приблизительно, я вот сравниваю. Потому что в нем нет жизни. То есть, если вы имеете определенные средства, то инвестируйте их в какие-то свои... Сделайте что-то полезное для себя, для своей семьи. Ну, не несите деньги куда-то, потому что это то, на что вы потратили огромное количество времени, творчества и так далее. И потом вы сказали, нет, мне сейчас мое творчество не надо, пускай оно там где-то полежит. А потом, когда оно мне понадобится, я его возьму. То есть, это, по сути, перекрыт... Это все равно, что человек пришел, вот, уперся в стену и говорит, а дальше просто больше ничего нет. Есть просто стена и все. Ну, просто, возможно, там есть дверь, и нужно толкнуть ее и пойти дальше. Так, в Буратино не играем, я так понял. То есть, эта история была... Ну, действительно, но банки... Закопать три золотых, откопать с утра. Ну, действительно, банки... Ну, они всегда преследовали только свои меркантильные интересы. Они не преследуют интересы вкладчиков, ребята, ну... Ну, быть надо реалистами. Ну, конечно, ну, просто понимаешь, что лучше вкладывать в своих друзей, в тех людей, в которых ты веришь и которым ты знаешь и доверяешь. Это, по сути, уже пример многих-многих-многих тысяч, когда действительно ты понимаешь, что это живые люди, живое общение и живое взаимодействие. А там ты приходишь просто за стеной банка, за стеной, кстати, не только банка, за стеной медицинского учреждения. Там нет никакой ответственности. Они защищены, безусловно, законом огромной армии адвокатов, всех остальных, но они не работают на конкретного человека. Хотя они об этом заявляют. Семья. Что делать с прощением? Прощение в семье – это ключевая вещь. То есть, если мы в семье изначально, ну, наши дети подрастают, да, и мы вот этот принцип, там, хотим-не хотим, принцип кнута и пряника, он все равно взаимодействует. И вот, ну, дети, родители смотрят, по сути, как на богов, да, возьмем, без всякого, там, йоркничания, я об этом говорю. Ну, да, маленькие пока, да. И все равно они подражают, все равно они смотрят. И если вот изначально родители друг перед другом, ну, не могут находить, вот, скажем, взаимное согласие, неважно в чем, то есть они будут понимать, ага, раз они не могут говорить, ой, что с нас вообще, как бы, как бы, у нас вообще взятки гладкие. То есть вообще модель родительская, это модель, когда дети показывают, да, мы несовершенные, да, мы можем ошибаться, мы можем делать какие-то даже глупости, но при этом все, мы остаемся. Мы остаемся разумными, нормальными, адекватными людьми, и мы можем договариваться, мы можем прощать, там, улыбаться, смеяться. То есть это, это такая вот концепция, потому что есть противообставляет идеал, там, да, и вот, а, к идеалу дотянуться нельзя и мы не будем. Мы не говорим об идеале, мы говорим, что все несовершенные. Но вот в этом несовершенстве прелесть того, что мы понимаем, что есть индивидуальное многообразие и есть другие люди, опять у них есть другие границы. Если мы не нарушаем границы других людей, даже если это наши близкие люди, мы уважаем их свободный выбор, мы уважаем их желание или возможность, опять же, ошибаться и делать какие-то, ну, поступки, которые, может быть, они сами о них будут жалеть. То есть если мы будем, не дадим возможность им самим осознать и просто еще будем на них наседать, то у них, как минимум, родится комплекс вины с далеко идущими последствиями. Прощение. Физиологический или психический процесс? Вообще все процессы психические, а потом они уже, как бы, встраиваются через биохимию, встраиваются в тело, и потом даже человек, не осознавая того, может, о, что-то у меня какие-то проблемы, и он начинает потом идти в медицину, для которой психика это вообще, это что-то вот нереальное, это как космос, это как эзотерика. И они начинают человека просто испытывать на нем все возможные способы восстановить его. Аптеки, аптечные, аптечные медицины. А на самом деле, действительно, как говорил один из моих любимых психосоматиков, он-то психолог Антонио Менигетти, он говорил, что, ну, вообще глупо, все заболевания, 100% заболевания имеют психическую природу. Даже если человек не осознает, даже если он в детстве, потому что он все равно реагирует, у него рецепторы, которые есть на коже, чувствительные, двигательные, они реагируют удовольствием, неудовольствием. Потом, когда уже у него возникает способность мышления, эмоционального реагирования осознанное, это все просто начинает закрепляться и приобретать форму, там, инграм, программ, которые с далеко, опять же, идущими последствиями. Поэтому не лечите свое физическое тело, отнеситесь к нему просто как, опять же, как мы сегодня говорили, к зеркалу, который отражает ваше неправильное отношение к самим себе. Так что конкретно делать? Конкретно просто, опять же, прощать себя. То есть для меня вот я четко много... Ну это что, это мантра, это песня, это... Надо четко понимать, что на самом деле в нас движет нами. Нами движут две главные эмоции. Это страх и гнев. Ключевые. Они в биохимии. То есть бей-беги. И гнев это вот неудовольствие. Мне что-то не нравится, я хочу что-то менять. Но не менять там сразу все, там, стены, красить, иногда это тоже помогает, да? Ну а менять что-то в себе. То есть что во мне не нравится, как я реагирую на людей, почему конфликты у меня с ними возникают. Не потому что они какие-то неправильные, а потому что, может быть, я как-то иду слишком напористо. То есть в любом случае все, по сути, со собакой сгрыто в тебе. Если ты просто начнешь понимать, что обида, вина, стыд, это все те вещи, которые не делают тебя зрелым, не делают тебя целостным. Они просто показывают тебе, что ты согласился с тем, что ты маленький ребенок во взрослом обличии, в какой-то роли какого-то взрослого дядьки или тетки, но ты не решаешь свои проблемы, ты их перекладываешь. Если ты действительно не можешь, как мы, слово произвело хорошее, с помощью мандрин, с помощью медитации, прийти к какому-то равновесию и согласию и понять, на самом деле, в чем же твоя проблема, ну для этого есть специалисты, благо, и они могут просто расставить эти все моменты по полкам, фрагментами и указать тебе, с чего начинать и за какие ниточки дергать. Итак, если у вас проблемы и вас заинтересовала эта тема, значит, находите Сергея, он вам расставит по полочкам, тык-тык-тык-тык-тык, все проблемы. Ну я думаю, что, может быть, кому-то не нравится Сергей, или кто-то предпочитает психолога в женском обличии. Это не принципиально. Главное, чтобы человек вам нравился, и вы его чувствовали, что вот действительно это вот ваш специалист. Я думаю, что у каждого свои собственные критерии выбора специалиста и каким образом с ним взаимодействовать. Ну, в любом случае, спасибо за предложение. Прощайте, значит, самопрощайте, обращайте внимание на свое эмоциональное состояние. Это выводы делаю, выводы сегодняшней нашей беседы. Значит, что вам приятно, что неприятно, реагируйте, то бишь предпринимайте конкретные действия, разобраться, почему у вас так, и после этого исправляйте ситуацию, действуйте. Конечно, всегда есть действия, без инерции, то есть жизнь — это вообще движение, причем такое вечное движение, приятное движение. Движение может быть постоянно по одному кругу белки в борьбе со страданиями, с несовершенствиями, а может быть кайф, кайф в преодолении, как в спорте, как в бизнесе, как в жизни, когда есть препятствия, мы увидим и преодолеваем, и мы получаем огромное удовольствие от самопреодоления. Прощение — это личностная характеристика или может быть общественная? Я думаю, что общественные в том числе, к примеру, если в общественное мнение закладывается, что, например, страна — агрессор, да, и все, и все — да, агрессор. Я считаю, что на самом деле не нужно все обобщать. Это первое. Во-вторых, не нужно делать никаких клише, стереотипов, их и так огромное количество. Ко всему нужно подходить взвешенно, индивидуально, разумно, потому что за странами, за государствами есть конкретные люди. Вот нужно исходить из категории «мы общаемся с конкретными людьми», а не с вывеской «государство». Ну, реальные примеры жизни — это Куба и Америка в последнее время, да? Прощение? Мир, брат, сражвачка. Да, по сути, ну, так стало бы, в общем-то, выгодно, и вот они вроде бы, ну, давайте, раз мы вас простим. Но я призываю все-таки каждого из слушателей не брать пример с Америки или с других лидеров и не делать прощения только, когда вам это выгодно. Делайте это по внутреннему импульсу, по внутреннему ощущению, потому что глубоко в нас где-то сидит этот ребенок, который всегда готов простить, всегда готов принять, потому что этот ребенок, который хочет любить и хочет, чтобы его любили. Поэтому проявляйте своего внутреннего ребенка, давайте возможность ему за маской взрослого все-таки нести вот это доброе, светлое, чистое, как угодно. Оставаться детьми, да? Внутреннего ребенка надо побаловать. Нужно его баловать, и я считаю, что это тот баланс, который позволит не заиграться в взрослые игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!